Владыка, благословите! Ваше Преосвященство! Дорогие отцы, матушки, детишки! Позвольте мне продолжить повествование о святителе Николае Японском, значит, я уже довольно-таки очень широко раскрытое протереем Алексеем. Вот. И начать самого трагического эпизода для русских и японских православных христиан русско-японской войны. Незадолго до войны состоялся ежегодный всеправославный японский собор, где на вопрос, должны ли японские православные участвовать в войне против России, святитель ответил, что те должны будут выполнить свой долг перед своей родиной вместе со всем народом. В случае начала войны они должны будут относиться к России как к неприятелю. Но воевать с врагами не значит ненавидеть их, а только защищать свое отечество. Как и следовало ожидать, 5 февраля уже 1904 года Япония разорвала все дипломатические отношения с Россией, и это предопределило начало войны. После начала войны посольство и все русские подданные покинули в Японию. А святитель остался одним-единственным русским на всю страну. Он, как истинный патриот России, не смог оставить японскую церковь, которой на тот момент он отдал 44 года своей жизни и труда. Когда к святителю поступило уведомление о том, что все посольство на французском почтовом пароходе уже из Якохамы и Японии, и владыке задали вопрос, как он думает поступить. Святитель ответил, что посоветуется со своими служащими церкви и даст ответ завтра. Хотя архиепископ Николай и признавался, что ему было бы приятнее уехать в Отечество, где он не был уже 23 года. Но все-таки, он пишет, утром, во время совершения предпричастного правила, пишет Владыка, совесть меня укорила за это поползновение оставить без призора в столь юную церковь, и я твердо и радостно решился остаться. В дневнике архиепископ Николай пишет, сегодня по обычаю я служу в соборе, но отныне впредь я уже не буду принимать участие в общественных богослужениях нашей церкви. До сели я молился за процветание и мир Японской империи. Ныне же, раз война объявлена между Японией и моей родиной, я как русский подданный не могу молиться за победу Японии над своим собственным Отечеством. Я также имею обязательства своей родине, и именно поэтому буду счастлив видеть, что вы исполняете долг в отношении к своей стране. Позже во все приходы Японской православной церкви было послано окружное письмо, которым епископ благословлял японских христиан исполнить свой долг верноподданных. Он напоминал, кому придется идти в сражение, не щадя своей жизни сражайтесь, не из ненависти к врагу, но из любви к вашим соотечам. Любовь к Отечеству есть святое чувство, но кроме земного Отечества у нас есть еще Отечество Небесное. Это Отечество наше есть Церковь, в которой мы одинаково члены и по которой дети Отца Небесного действительно составляют одну семью. И будем вместе исполнять наш долг относительно нашего Небесного Отечества, какой кому подлежит. И вместе с тем будем горячо молиться, чтобы Господь поскорее восстановил нарушенный мир. Святитель полностью прекратил всяческую переписку с Россией и всецело посвятил себя переводческой работе. В ходе войны мы можем найти следующие выдержки из дневника Святителя. Полной меры, отражающие печаль о Родине, терзаемой военными поражениями и революционным угаром. Так в апреле 1904 года Владыка пишет, какое горе, какое великое горе, красота и сила русского флота Макаров потонул. Платится Россия за свое невежество и за свою гордость. Считала японцев необразованным и слабым народом. Не приготовилась, как должная к войне и довела японцев до войны, да еще и прозевала на первый раз. Вот они идут от успеха к успеху. И русского флота этих странах почти уже не существует. Самого адмирала Макарова Владыка знал еще мальчиком. Он, будучи останавливался в Николаевске, зимовал по пути в Японию. И вспоминаю, что я помню этого мальчика в кадетской курточке. И какое чувство он вызывал ко мне. И позже сам адмирал Макаров принимал очень деятельное участие в постройке соборов в Японии. Он писал статьи, брошюры издавал о стройке собора. Специально ездил в Москву, в Санкт-Петербург за средствами. Владыка пишет, дай ему, Господи, Царство Небесное, упокой души и всех потонувших с ним. В августе 1904 года святитель пишет, грустно начинается 69-й год моей жизни. Вдалек она надо, вероятно, долго не выдержать. Еще дальше бесперерывные бои, результатом которых все... В августе 1904 года святитель пишет, грустно начинается 69-й год моей жизни. Вдалек она надо порт Артура, который, вероятно, долго не выдержит. И еще дальше бесперерывные бои, результатом которых все больше и больше наплыл в Японии наших пленных. И весь свет торжествует, что Россия разбита и посрамлена. Особенно дикой кажется радость протестантских миссионеров, которые молятся на Японию за то, что здесь не мешает им петь свой кошачий концерт разногласицы проповеди и проклинают Россию за недозволение им всего. Все эти реверенды, обливающие ядом своей ненависти Россию, просто изумляют своим антихристианством. Наши настоящие враги японцы, куда человечнее этих проповедников Христа. Японцы только гордятся ибо хвалятся нынешними своими победами и святой и весь свет торжествует, что Россия разбита и посрамлена. Особенно дикой кажется радость протестантских миссионеров, которые молятся на Японию за то, что здесь не мешают им петь свой кошачий концерт разногласицы проповеди и проклинают Россию за недозволение им всего. Все эти реверенды, обливающие ядом своей ненависти Россию, просто изумляют своим антихристианством. Наши настоящие враги японцы, куда человечнее этих проповедников Христа. Японцы только гордятся ибо хвалятся нынешними своими победами и с видом превосходства и пренебрежения трактуют Россию и ненависти же не высказывают. А вот англичане и американцы, особенно все их реверенды, по уши погружены в сатанический грех человека ненавидения. Вот такая редкий такт и мудрость, проявленная святителем Николаем в годы войны еще более повысила его престиж в глазах японского общества, святого способствовало быстрому преодолению психологических последствий войны. Послевоенное время принесло новое испытание. Поток пожертвований на православную миссию в Японии из России почти прекратился. Вследствие этого миссия вынуждена была уволить 30 хитизаторов и закрыть хитизаторское училище. Но, несмотря на эти трудности, число православных в Японии медленно росло. Так, в 1906 году, в марте месяце, святейший сенот возвел святителя Николая в сан архиепископа Токийского и всей Японии. В том же году было основано Киотовское векарство. К сожалению, епископа Киотовского так и не было после войны. После войны просто многие архиереи опасались ехать в Японию. Однако, владыка Николай по-прежнему писал в сенот, прося назначить еще одного архиерея, так как после войны в ведении святителя оказались русские миссии в Китае и в Корее. Помощника архиепископ Николай должался лишь в 1908 году. На киотскую кафедру прибыл епископ Сергий Тихомиров. До назначения в Японию он был епископом Ямбургским и ректором Санкт-Петербургской духовной академии. Несмотря на возможность хорошей карьеры в России, он согласился ехать в Японию. Он быстро овладел японским языком и активно занялся миссионерской деятельностью, разъезжая по всей Японии. Так владыка очень утешился с таким помощником и писал «Теперь я могу спокойно умереть в уверенности, что дело миссии в добрых руках». А также еще писал «Еще бы нам надо таких дух жеревностных миссионеров. Молим об это Бога и обращаем взоры на Россию». Все-таки физически святой Николай постепенно ослабел и предчувствовал приближение смерти, но энергия его оказалась неистащимой. За три года до смерти он писал епископу Сергию «Я еще не умру в скором времени, ибо вы находитесь в командировке, а без вас не может быть совершена панихида». Вот такой имел владыка юмор. И вот эта дружеская шутка, но за ней чувство глубокой духовной близости и взаимной любви обоих иерархов очень чувствовалось в переписке и прослеживается. Так архиепископ Николай говорил «Эх, начать бы теперь лет сорока, более молодых годов не жалко, церковь уже начата и приличная церковь, теперь настало время ее украшать, развивать, призанимательная работа, весь бы ушел в нее, вот бы поработать бы, но все-таки мысль о смерти никак покидала его. Это была простая естественная мысль великого труженика. Он говорил «Я смерти не боюсь, но если жить осталось, надо приготовиться и перевод докончить, и завещание еще не написано, и епископу Сергию еще ничего не показано». Так в феврале 1911 года получил известие о смерти любимого родного брата Протерея Василия в городе Сызрани. В письме епископу Сергию святитель пишет «И так говорю, хозяйский глаз везде, и действительно чувствуйте себя хозяином, у вас уже и право на это есть, на меня перестаньте взирать, я отпетый, брат вот тоже был жив до последнего времени, последним письмом убежал меня не выходить никуда на покой, в Японии твой покой писал, едва я успел ответить на его утешение как телеграмма, переселился к праотцам, а чего? С пророком Давидом не счел дозволительным разногласий, уже за 70 было, и у меня же и сердцебиение, и астма, и главное 75 лет, правда, Накай уверяет, что нашел подлинную рукопись Давида на еврейском, где не 70, а 100, но он еще не представил мне доказатель, что это неопокрив, и так все вы больше и больше должны убеждаться, что необходимо вам войти совсем во все обязанности, во все чувства и сознание полного хозяина, так и сделайте. Часто в своих письмах святитель подписывается «Ваш, да со святыми архиепископ Николай». В другом письме святитель пишет «У меня астма раза два спрашивала, а что, петь ли нам со святыми?» Но я ей ответил «Нельзя». «Кавамура» это и подьякон владыки «Нет, уехал из Осаки чинить текущую крышу и преосвященного нет». Она почесала в затылке и успокоилась. Несмотря на болезнь, владыка все-таки не оставлял работу и трудов по переводу. В письмах епископу Сергию он пишет «В половине третьего часа ночи астма разбудила и не дала больше спать. Встал и занимался делами. Освоившись с этой болезнью жить можно. Дал бы Бог подольше прожить, чтобы побольше перевести». А в другом письме он пишет «Астме мешать нашим занятиям с накаем мы ни на волос не позволяем». Сидя можно делать хотя и охая. Из воспоминаний епископа Сергия «Несмотря на слабость и болезнь, владыка умел быть остроумным, веселым». Как-то он представлял как епископ Сергий будет говорить надгробное слово. И архиепископ говорил «Братья и сестры, смотрите, долго жил и все-таки умер. И почему умер? Потому что был гневлив, тороплив, удержу в работе не знал. Так смотрите же, будете ему подражать, обязательно и вы умрете». И все это говорилось с таким благодушием, что и удивляться приходилось, как владыка может спокойно говорить о том предмете, о коем люди не привыкли думать-то спокойно. В июле 911 года было торжество по поводу 50-летнего служения святителя Николая на японской земле. Было прислано очень множество поздравлений. Одно из них самое почетное это Санкт-Петербургской духовной академии, которая начиналась словами «Благоговейно преклоняясь пред дивным величием вашего 50-летнего уже священнослужения». И все это послание выражало мнение святителей всей русской церкви. Также еще одно послание было от губернатора Токио Абе Ко, который был язычником. В своем послании он назвал святителя основателем православного христианства в нашей японской стране и с поспешником развития цивилизации в нашей стране. «Желал ему маститому учителю Николаю неисчестимых хлеб и блага». А это уже было наверное выражение всего японского общества. На торжество съезжались со всех концов Японии и рейк, и этихизаторы всего их было свыше 120 человек. Епископ Сергий Тихомиров писал «И вот 75-летний старец ежедневно с раннего утра до позднего вечера сидел в своей комнате и выслушивал доклады иереев о состоянии их приходов, рассказах этихизаторов, любезно беседовал с какой-нибудь бабушкой, прибывшей из далеких краев. В течение одного дня литургия, молебен, обед в отеле с почетными гостями, музыкальный вечер по случаю собрания бывших воспитанниц Сурогадайской школы. В завершении по случаю торжеств был обед во дворе миссии с сотнями христиан. На обеде воздушевленный владыка встал и предложил спеть японский гимн в честь его величества императора Японии, благодаря ревизионной терпимости которого христианство получило возможность не только распространяться, но и пользоваться, если не по покровительствам, то в всяком случае полным благополучием. И владыка не только первый запел этот гимн, но и пропел его до конца. Вот все это нервное напряжение в таком преклонном возрасте, переутомление, обострило сердечную аксму, которой страдал владыка, и силы его начали быстро таять. Незадолго до кончины владыка говорил епископу сервию. Кстати, вам два слова о католиках. В Хакодатии это было, католические миссионеры приходили в гости в русское консульство, и кто-то и спрашивает, как они смотрят на успех православия в Японии? Что же они ответили? Да сделано много, но все это личное дело Николая. Все это есть, покажи в Николай. Не станет Николая, и дело рушится. Да разве у вас здесь Николаева дело? Не Николаева дело, Божье дело. Бог дело начал, Бог церковь созидал, а мы лишь его недостойные слуги. Что у нас есть такого, чтобы не от Бога? Что ты имеешь, чего бы не получил? Помните его апостола Павла? А что Бог именно мне или вам дал? Гак в этом нашей заслуги не на голосок. Разве есть какая-нибудь заслуга у Сахи, которую крестьянин спахал поле? Так и здесь, Николай, Сергий, роль наша не выше Сахи. Вот крестьянин попахал, попахал, Саха износилась, он ее и бросил. Износился и я, и меня бросят. Новая Саха начнет пахать, так смотрите же, пошите, честно пошите, неустанно пошите, пусть Божье дело растет, пусть посрамятся католики, дайте слово, так смотрите же, не измените, а все-таки приятно, что именно тобой Бог пахал, значит и ты не заржавел, значит заработай на Божьей Ниве и твоя душа несколько очистилась и за все будет сюда Бога благодарить. Из воспоминаний владыки Сергия я имел великое счастье принимать исповедь всего праведника, исповедовался он мне перед праздником Рождества Христова и слышанные мною слова великого смирения сильно поразили меня. Уж если бы вы, владыка, так говорите о себе, то нам-то грешнейшим паче всех человек где придется быть? Однако и мы питаем надежду на милосердие Божие. Также они решили еще раз исповедоваться взаимно по обычаю с наступлением дней Великого Поста. Святитель в беседе с епископом всеми говорил, смотрю назад, все в каком-то тумане, что хорошего сделал, ничего, искренне говорю, ничего, молиться как следует не умею, не трудился сколько-сколько нужно было для пользы церкви, весь уходил в хозяйство. А похороните меня все-таки поближе к собору, например, за парком Уена в Янако. И от собора недалеко и христианам там немало. В России, конечно, архиереев хоронят в соборах, а здесь где уж язычники скажут город заразит. Хочу забегая сказать, что воля владыки была исполнена, владыка был похоронен на кладбище Янако в Токио. Это кладбище известно своими насаждениями сакуры, и вот когда идет цветение, оно очень красиво и прекрасно в Японии. Главная аллея кладбища наносит авеню сакур. Кстати, сказать, на этом кладбище похоронены только лишь два иностранца. Это святитель Николай Японский и будущий митрополит токийский Японский Сергей Тихомиров. Утром в этот же день владыка получил телеграмму Санкт-Петербурга. В телеграмме написано «Молимся о вашем здравии, Сабрир Малевский». Владыка долго держал телеграмму в руках, как мило, как трогательно, но отвечать что же? Не писать же, умираю. Вот такой юмор был владыке, конечно, прекрасно он понимал, что силы оставляет, последние дни проживает. И вот случилось так, что владыка архиепископ Николай служил в первый день Рождества Христова в последний раз, в 1912 году. Через несколько дней его положили в больницу Святого Луки Цукудзи. Однако 5 февраля владыка спешившись закончить свои дела, настоял на том, чтобы ее доставили обратно на Сургадай и вновь вернулся к переводческой работе. Уместно сказать, что в это время владыка составил опись всего имущества в миссии, также перевел значительную часть текстов. 13 февраля им было составлено последнее донесение Синоду о состоянии дел в миссии. 15 февраля владыка потребовал возобновления проходивших обычно в соседней комнате и отмененных по рекомендации врачей занятий хора и попросил исполнить любимое им на реках Вавилонских. Ночью умирающий несколько раз произнес слово «Воскресенье», и вот 16 февраля в четверть восьмого зазвонил большой храмовый колокол, извещавший о кончине святителя Николая. Епископ Сергий пишет «Не стонет уже владыка, не делает ему вприскивание сестра, лишь тихое чтение слова Христова на служение, которому владыка отдал всю свою святую жизнь, нарушает таинство смерти, столь очевидной упорстили еще так недавно, всего вечера, оживленно беседовавшего и составлявшего план на десятилетнюю работу. Вот накануне смерти, буквально за день смерти, владыка все-таки был весь в трудах и составлял план на следующий время, на следующий десятилетний период. 16 февраля по новому стилю в 7 часов вечера, а по-петербургски около 12 часов дня не стало высокопреосвященнейшего Николая архиепископа Японского. он мирно, без каких-либо предсмертных страданий, но после долгой и тяжелой болезни представился ко Господу на 76-м году своей жизни, на 52-м году своего служения Церкви Божией и на 51-м году со времени своего прибытия в Японию. Уже 17 февраля на следующий день вся Япония знала о смерти Никарая. На утро даже газеты, которые раньше враждебно писали о первосвятии и о православии, изменили себе и печатали по Нигерике. Потекли в миссию православные, христиане, выражали свое сочувствие инославные, англикане, баптисты, методисты, армия спасения, евангелики и прочие протестантские секты. Но занимательно ни звуком сочувствия не обмолвилось замкнувшаяся самодовольно в себе церковь католическая. Хотя и было основание отозваться. Незадолго перед тем умер архиепископ католический и от православной церкви было послано им сочувствие. Только через шесть дней 22 февраля было совершено погребение. Император Мэйдзи лично дал разрешение на его захоронение, поскольку иностранцев в пределах города хоронить не полагалось. С утра на четырех престолах было отслужено четыре литургии об упокоении души архиепископа Николая. В 11 часов в соборе воскресения Христова началось отпевание, совершавшееся главным образом по-японски. При начавшемся трезвоне обнесли гроб вокруг собора, установили его на колесницу и, выстроив процессию, отправились до кладбища Янака. Епископ Сергий Тихомиров писал, «Рвет неистово хоругви наш ветер, и идут воспитанницы, воспитанники, у всех в руках пальмовые ветви, символ веры в победу дела владыки в Японии, многочисленные цветы, сотни венков, ордена владыки и лента, бесконечная лента христиан. Вверхом почета, какой воздала Япония владыки архиепископу Николаю, было то, что сам император Японии прислал на гроб владыки великолепный громадный венок из живых цветов. Сам император Японию увенчал победными цветами главу Спасителя Божия. Внутри свинка два иероглифа, высочайший дар. И все японцы сие два иероглифа видели, читали и благовейно перед венком склоняли свои головы. Начал при смертельных опасностях. Приехав в Японию, как святитель думал, к своей невесте, но не обрев ее, не увидев его, он закончил свою земную деятельность Японии при одобрении с высоты самого трона. Ну, конечно, нельзя не вспомнить такие моменты, которыми делятся русские люди, которые приезжали в Японию. Так вот, как-то неоднократно было свидетельством современников, что Владыку приветствовали на улице язычники со всем такими мощными возгласами. Бонзай, не карай. А дети подбегали к нему и обступали его. И со всеми он был и с язычниками, и с христианами, и близок. И часто даже язычники помещали в газетах его портреты при жизни сиянием и нимбом. И часто его называли сейдакео, то есть святой архиепископ. Почитание Рампольсовного Николая после его смерти оно не прекращалось и было и при его жизни, и по его смерти. Так вот пишут некоторые современники, не было человека в Японии после императора, который пользовался бы в стране такой известностью. В столице Японии не нужно было спрашивать, где русская православная миссия. Довольно было сказать одно слово Николай. И буквально каждый рикша сразу знал, куда нужно было доставить гостя миссии. И православный храм назывался Николай, и место миссии также Николай. Даже само православие называлось именем Николай. И даже путешествия по стране в одежде русского священника писали о том, что ловят радостные и дружелюбные и ласковые взоры по отношению к себе русские священники. Вот такое можно сказать даже нарицательное слово Николая святитель приобрел и заслужил в Японии. Владыка, на этом благословите завершить свое выступление. Конечно, хотелось еще добавить немного, я не знаю, как время у нас, можно еще, да? Владыка, архиепископ Николай очень трогательно был патриотом своей родины и очень боговейно относился к России. Он болел за Россию. Вот очень его характерное наставление, письмо, крик даже можно сказать. Вот он пишет, наказывает Бог Россию, то есть отступил от нее, потому что она отступила от него. Что за дикое неистовство атеизма, злейшие вражды на православии и всякой умственной и нравственной мерзости теперь в русской литературе и в русской жизни? Ангский мрак окутал Россию и отчаяние берет. Настанет ли когда просвет? Способлен ли мы к исторической жизни? Без Бога, без нравственности, без патриотизма народ не может самостоятельно существовать. А в России, судя по ее мерзкой, не только светской, но и духовной литературе совсем гаснет вера в личного Бога, в бессмертие души. Гнилой труп, она по нравственности в грязного скота почти вся превратилась. Не только над патриотизмом, но над всяким напоминанием о нем издевается. Мерзкая, проклятая, оскотинившаяся, озверевшая интеллигенция в ад тянет и простой, грубый, невежественный народ. Бичуется ныне Россия, опозорена, обесславлена, ограблена, но разве это отрезляет ее? Сатанический хох от радости этому из конца в конец раздается по ней, коли собственному позору и гибели смеется, то уже не в когтях лезло во демона она вся. Нистовое безумие обуяло ее и нет помогающего ей, потому что самое злое нистоство ее против Бога, самое имя которого она топчет грязь, богохульством душа устая ее. Конечно, есть малый остаток добра, но он видно до того мал, что не о нем сказано, семя свято стояние ее. Душа стонет, сердце разорваться готово, единственное утешение, что смерть не за горами, недолго еще мытарится видом всех мерзостей, неистового безбожия и падения в пропасть, проклятие Божие, навлекаемое на себя моим Отечеством. И в той же степени владыка Николай все-таки имеет надежду на то, что в России есть будущее, святое будущее. Он пишет, «Я не говорю и не думаю, что каждый народ должен достигнуть высшей степени христианизации. Моя мысль и твердое убеждение, основанное на слове Божьем, то, что все народы в мире и каждый народ в отдельности непременно должны услышать Евангелие. А какой степени христианизации достигнет каждый народ? Это зависит от свойств его. Оттого, широко или узко он отверзает свое сердце для принятия благодати Божией, но отдельных святых личностей, достигших высшей степени христианизации, непременно должен дать каждый народ, хотя бы он в массе не был высоко достоин перед Богом. Так мы имеем почти непостижимых по обилию благодатных даров Ефрема из Сирии, Антония из Египта, Павла Фивейского из Африки и прочих, что до родимого нашего русского народа, которому мы имеем честь и счастье принадлежать, то я тоже твердо убежден, что он еще на пороге своей исторической жизни и что сомневаться в его будущем и тем более отчаяться за него просто грех. Разные болезни нападают на юное тело, корь, оспа, скарлатина, но если оно не хило от природы, то благополучно переносит их и продолжает расти и развиваться. И насекомые любят нападать на мягкое и юное тело. Тоже временно и пересохшее напасть. Пока тело окрепнет, мускулы сделаются более твердыми. В Японии, например, не сунутся евреи, потому что японскому народу от роду более 25 столетий. Это не юный и мягкий организм, а взросший и окрепший. Японцы сами могут поучить евреев деловитости и практичности во всем мирском обиходе, а не наоборот. Скорее, сами могут сделать натиск на евреев, а не терпеть от них натиски. Ну а русский народ на 15 столетий моложе японского. Оттого отношения к нему евреи виноя. И это весьма понятно и едва ли устранимо до более зрелого возраста русского организма. И много-много других еще насекомых точит и будет точить мягкое и рыхлое тело. Инородцы, иноверцы, сектанты, атеисты. Но по течении времени они будут сбрасываться, тело очищаться, и оно заживет наконец-то всеми своими силами. И Бог весь потом сколько веков пройдет, пока страшный черепь могильный нападет на великий уже одряхлевший русский оргазинизм и свалит его в могилу. Вот на таких довольно-таки словах святителя позвольте мне завершить свое выступление. Владыка, благословите. Благодарим отец Николай за интересный рассказ. И в сегодняшней лекции очень много было цитирования таких текстов, которые передают настрой святителя Николая его искреннюю веру, любовь к Богу, любовь к ближним, которая проявлялась в любви к России, в любви к Японии. В то же время мы видим, как он довольно строго относился к различным сектантам, видимо, находясь там и дружески относясь к самим людям, он все-таки довольно строго относился к их учениям и соблюдал православие в своей строгости. Также мы видим юмор, причем это остроумие, это показатель ясности ума, когда некая образность выражения, когда человек видит суть вещей и в таких кратких лаконичных словах может эту суть выразить. и конечно для нас всех, хотя я сейчас в стране далекой нахожусь, в Таджикистане вы находитесь на Кубани, но надо сказать, что сейчас новопословское время, как по статистике мы выяснили, на Кубани воцерковленных людей 0,5% тех, кто ходит в храм, среди казаков 0,6% и только в тюрьме 5%, то есть максимальное количество верующих в тюрьме находится. Поэтому мы видим, как много зависит дело миссии от самой личности, от его качеств, и нам с вами, у нас гораздо ниже дарования, но тем не менее, все, что но, есть потенциал, надо его, конечно, развивать и жить ради Бога, ради людей, каждый день надо так прожить, чтобы была польза своей души и ближним, и прославлялся наш Господь. Благодарим за беседу, благодарим всех слушателей за внимание, спаси Господи. Субтитры сделал DimaTorzok